Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Ездры и сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. И мы начинаем с первого стиха. Во второй год царствования Дария, Агей и Захария, сын Отдо, пророки, пророчествовали иудеям, которые были в Иудее и Иерусалиме от имени Господа Бога Израилева. Тогда встал Зарвавель, сын Салафииля, Иисус, сын Иоседека, и начали строить дом Господа в Иерусалиме в присутствии пророков Господних, помогавших им. Как я уже говорил, вторая книга Ездра, она экалитична. Здесь не соблюдается хронология событий. А мы ранее читали в пятой главе, что построен уже дом Господа. А здесь говорится о том, что начали строить дом Господа. Далее говорится о том, как царь Дарий дает разрешение на строительство храма. А в пятой главе уже говорится о торжествах по поводу построения храма. И мы обратим внимание на последние слова из этого разрешения. «При том объявить, что если кто приступит или нарушит что-нибудь из написанного, то есть в этом указе царя, меда персидского Дария, то пусть взято будет дерево из его собственных, и он повешен будет на нем, а имущество его сделается царским. За это и Господь, которого имя призывается там, да погубит всякого царя и народ, который прострет руку свою, чтобы воспрепятствовать или сделать какое-либо зло этому дому Господа в Иерусалиме, я, царь Дарий, определил, чтобы в точности было посему». Вот очень трудно нам понять богобоязненность этого языческого правителя. Но я уже обращал ваше внимание на то, что самое удивительное заключается в том, что Дарий, это видно из его прямой речи, он знает разные имена Господа на еврейском языке. Это значит, что его общение с пророками оно не прошло бесследно. Если в Писании сказано, что худые сообщества развращают добрые нравы, то совершенно очевидно, что общение с благочестивыми людьми меняет нас самих. И в некотором смысле царю Дарью повезло, то, что он общался с такими великими людьми своего времени, как божьи пророки. Я имею в виду прежде всего Агея и Захарию, о которых мы прочитали в начале этой главы. Пророк – это не просто человек. И пророк никогда не говорит сам от себя. Пророк – это человек, который передает волю Бога людям. И его служение, оно в этом и заключается. Как сказано, никогда пророчества не изрекаются по воле человеческой, но изрекают его мужи Божия, будучи движимы Духом Святым. И если сами пророки, они движимы Духом Святым, то они двигают других людей через те пророчества, которые они изрекают. Они приводят в движение мир, и вот это очень важно нам осознавать, что цель их служения – это заставить нас двигаться. Если человек долго сидит в одном положении, ему, конечно, надо немножко подвигаться, потому что кровь, как бы, она не в движении. В духовном смысле человек без перемен, а это тяжелый случай. Это тепло-хладное состояние ладыкийского периода, состояние, которого надо избегать, от которого надо по возможности дистанцироваться. И вот все послание царя Дария, хотя его настраивали против еврейского народа, оно было обусловлено еще и тем, что в книгохранилищах в Вавилоне были найдены указы о царствовании Кира, когда царь Кир повелел построить дом Господа в Иерусалиме, где приносят жертвы на огне неугасающем. Сама мысль об огне неугасающем – это мысль о непрерывном богослужении, как апостол Павел пишет, непрестанно молиться. И царь Дарий был буквально подвигнут вот этим примером правителя Кира и прежде всего этими пророками – Агеем и Захарием. Поэтому он написал приказ, которого никто не мог ослушаться, испугались бы, что нельзя препятствовать построению храма, надо выделять необходимое, на храм, а тот, кто сделает что-то против этого святого места, его повесят на бревне от дерева из его собственного сада. Почему из его собственного сада? Потому что такой человек, который враждует церковью Бога, он как бы сам виноват в том, что он сделал, он как бы сам уничтожает себя. Итак, мы сегодня сделали обзор шестой главы второй книги Ездры. В следующий раз, если Бог жив, Господь позволит, мы будем делать обзор, будем читать седьмую главу этой книги. Спасибо, Господь Христос. Спасибо, Христос.